Друзья, здравствуйте! Я Александр Кузьмак, «Спорт-24». Мы продолжаем серию нашего, нескончаемую серию наших интервью в этой удивительной студии, которая уже приняла большое количество известных спортсменов, журналистов, чиновников, функционеров от спорта. И мы продолжаем наш сериал. И каждый новый гость – это каждая новая история. И сегодня у нас в гостях мой друг, коллега, замечательный, фантастический российский теле, в первую очередь, журналист, конечно, Константин Выборнов, комментатор Первого канала, разумеется. Ну и при этом еще, или нет, не при этом, а сейчас в первую очередь руководитель Службы информации Олимпийского комитета России. Спасибо. Аппаратура при нем, да. Ну принял, так принял. Спасибо большое, добрый день. Кость, я хотел бы, ну я эти вопросы лично, хотя мы с тобой давно друг друга знаем, никогда тебе не задавал, но я очень хотел бы об этом узнать именно от тебя. Во-первых, я абсолютно точно уверен, что это так, поскольку это действительно так. Твой потрясающий голос – это абсолютная наследственность. Это наследственность от твоего уникального, удивительного папы, Юрия Выборнова, фантастического журналиста, которого все знают, помнят и помнить будут всю жизнь. Это образец для подражания вообще на всю жизнь человека, много лет работавшего собственным корреспондентом настрального телевидения в Италии. И мне хотелось бы с этого начать. Вот как есть спортсмен, приговоренный к спорту, потому что у него папа спортсмен. Ты тоже был приговорен к журналистике, потому что папа журналист. Что интересно, ты спросил, я впервые в жизни задумался, может ли голос, и вообще вот голос, который есть у меня, стал ли он причиной наследственности. Я первый раз об этом задумался, я не знаю, честно. Данил, это похоже просто, очень похоже. Вот мне сложно это сейчас проанализировать, честно, потому что я точно знаю, что спорт, то, о чем ты спросил, спорт это в крови, конечно, это наследственно, это гены, это 100%. Я даже знаю, в какой момент генетическое стало практическим. То есть это с детства пошло, с самого-самого раннего, потому что в жизни отца, во-первых, у него был разряд по баскетболу, во-вторых, у него был разряд по шахматам, в-третьих, он был... И за «Динамо» вы все болеете? Все, вот он болел за «Динамо», соответственно, а я заболевшим стал после этого, потому что с детских лет, однушка в Москве, вот, все футбол, хоккей после программы «Время», ребенок маленький в 9 вечера, как положено, должен был быть отправлен спать. Он и отправлялся спать, и, соответственно, ставили баррикаду и стульев, завешивали ее пледом, потому что ребенок из-за пледа, ну, естественно, когда есть возможность, спать не будет. Вот, ну, а представьте себе, человек, который на спорте помешан в самом лучшем смысле этого слова, болеет за свою любимую команду, не дай бог, эта команда не то что пропускает, а если это хоккей, там, в первом периоде не забивает. Дальше начинаются понятные эмоции. После перерыва, в втором периоде начинаются эмоции со стороны матери, которая понимает, что ребенок не спит тут. В общем, это так пошло изначально с измольства, вот, слово «Динамо», а показывали в советское время все, и хоккей с мячом, и волейбол, и баскетбол, и футбол, и хоккей-то вообще, об этом даже речи нет. Поэтому это вот впиталось не с молоком матери, но с вот эмоциями отца, это впиталось. Плюс, еще раз говорю, он сам был очень спортивным человеком, и спортивная журналистика в его арсенале, она была вообще всегда, не даром он, по-моему, первый. Ну, эксклюзивное интервью с Марадоной помнят все. Два. А, даже два. Два, да. Помню, что было одно. И стало основой одной из его книг, два интервью, на втором я был. Вот, на втором я был, это для меня был опыт. В Неаполе, у Марадоны, сам могу по этому поводу, если бы не лень написать, наверное, главу для книги, потому что его восприятие, оно было одним, мое совершенно другим, и я видел в этом действии, в пути из Рима в Неаполь на машине, в реакции полицейских, которые услышали, куда мы едем, а мы попали в пробку. Но это еще надо понимать, это там 86-87 год, у нас только-только перестройка началась и так далее, и так далее. Советское телевидение, в Неаполе на это вообще никак не реагировали. Вообще, ну, советское и советское. А вот то, что вы к Марадонии едете, сначала нас чуть не побили, потому что посчитали, что мы на святом изгаляемся, не может ехать какой-то непонятный человек к Богу. Вот, а потом, когда нас довезли и встретила, вышла его жена, вот, после этого полицейский пал практически на колени и сказал, я вас дождусь, после этого я вас провезу куда хотите. Еще там после интервью. Там таких, еще раз говорю, элементов, но это вот, считайте, что да, это поклонение абсолютное божеству. Поэтому у меня свои воспоминания с этим связаны. Конечно, это все наследственная, спортивная журналистика, любовь к футболу и там клубная принадлежность, 100%, даже без вопроса. Папа заканчивал Мориса Тореза? Папа заканчивал Иньяс. Мориса Тореза, но Иньяс, да. А ты заканчивал МГИМО, почему не Мориса Тореза? Хороший вопрос. Вопрос, ну, как-то изначально так сложилось, что все-таки МГИМО, потому что корни все-таки там были, потому что бабушка, мама, мамы. Она с самых-самых ранних лет МГИМОвских там преподавала. И когда встал вопрос на обсуждение, какой ВУЗ выбрать, там железобетонное было убеждение старшей части родственников, что нужно идти туда, ну, собственно, так оно и получилось. Ну, да. И все же, все равно останемся пока в том периоде жизни. Я сейчас говорил ведь и про журналистскую наследственность, не только про спортивную. Потому что, ну, очевидно, что папа же не просто звезда журналистики советской. Это абсолютно, ну, как бы это абсолютно непреложный факт. Но при этом еще и человек совершенно каких-то уникальной интеллигентности в эфире. Я его, естественно, не знал лично, был маленький совсем, но видел его миллионы раз. И оно не могло не передаться. То есть вот желание стать журналистом. Он сам как-то влиял на выбор твой? Ты знаешь, нет. Нет. Вот такого, что он прямо говорил, он мне наоборот всегда говорил, из тебя, журналиста, не получится. Вообще. Но еще раз говорю, я с первых слов подчеркнул, что спортивная журналистика. Потому что у него всегда было 200 спорт и журналистик. В моей жизни было спорт и журналистик, которые я видел. Потому что я очень много видел случаев, как он работает. Может быть, я тогда этого даже не осознавал, что за этим стоит. Но как этот процесс происходил, я знал с очень ранних лет. И я очень долго ненавидел писать. Для меня писать что-либо было, это мука каторжная. А эти все сочинения в школе и так далее. В какой момент это произошло, это уже в институте в более взрослом возрасте. Это как вот какой-то такой раз, щелчок. И оно само пошло. До этого момента, и потом после этого, я как раз сам, опять же, он мне не то что не помогал, но понятно, что он всех знал. И его все знали. И его все знали, естественно, все были друзьями. Когда у меня был огромный архив футбольных вырезок из газет всех стран, которые я склеил. И у меня было 18 вот таких вот альбомов. Начиная с 1980 года. Почему такой крупный архив был? Советский спорт это одно, но я же в Италии много ездил. И там я развернулся. И у меня там, к сожалению, не сохранилось. По-моему, две или три тетрадки остались. Как-то пришел там один знакомый. Он говорит, это что за кипы такие? Ничего себе. А ты не хочешь попробовать? У нас программа «Спортивный уикенд» есть. Я говорю, а там вот такой, а отец говорит, ну попробуй, что тебе не попробовать-то, Господи. Ты же все равно учишься в институте. Вот попробовал, так и остался. С начала 93-го года, вот мне было 20 лет. Ну вот первый раз попробовал. Собственно, был третий курс института. И так и остался. А отец, я еще раз говорю, он видел, что он меня пытался. Говорит, ну ты тоже что-нибудь напиши. Ты какой-нибудь, вот мы сейчас поедем, съездь со мной на съемку. Что-нибудь сделаешь. Ну, все равно готово. Ой-ой-ой-ой. Потом это все скомпенсировалось большим количеством написанного, наверное, в какой-то момент. Ну вот так сложилось. Ну, конечно. Конечно, то, что есть, это там на 80% это его. Одновременно очевидно, что это плюс гигантский. И это счастье огромное. С другой стороны, наверное, и мешало в какой-то момент времени. Потому что фамилия-то одна. Как ни крути. С этим ничего не сделаешь. И это, ну, это банальность. Но тем не менее. Не мешало ни разу. Не мешало? Никогда. Я, честно, у меня даже времени не было задумываться над тем, как меня с этим ассоциируют, не ассоциируют. Я видел большой круг людей, которые говорили, о, ты сын того... Ты сын Юры? Я говорю, да, но у меня это вообще никак не задумывается. У меня не было повода, потому что я шел какой-то своей дорогой. Я изначально пошел по своему пути. Вот как раз поэтому мне очень, наверное, помогло то, что не было какой-то поддержки или тем более продвижения там на телеке. Я пошел, я начал с самого-самого низа. Я был самым младшим редактором. Сейчас так не принято, Кость. Я не знаю, как сейчас принято. Я говорю, я прошел все ступеньки. От и до. То есть прежде чем стать комментатором, я отработал много лет. И отработал на всех абсолютно от видеоинженера, монтажера, корреспондента, редактора и так далее, и так далее, и так далее. И у меня никогда не было... Даже видеоинженера? И видеоинженером был. Да, в самом начале. Так тогда вообще было... Нужно было съездить, снять, написать текст, самому отредактировать, самому смонтировать и отнести кассету на эфир. Вот с этого и начинали. И очень помогло, потому что это позволяет понимать вообще весь процесс. У меня не было с этим проблем. У меня, скажем так, больше, наверное, проблем, как ни странно, началось, когда отцу стали говорить, «А, вы отец?» Вот это было... Правда, в какой-то момент стрелка говорит, «Так, минуточку, я что-то не понял. Кто из нас жена?» А так, нет, конечно, его имя помогало. Конечно, фамилия была известна, безусловно. Но у меня с этим никаких неудобств никогда не возникало. Наверное, потому что не было вот этой руки, которая за шкирку меня куда-то совала. Ну, он, по-моему, не таким человеком был. А он и не был таким человеком, который на это бы пошел. Наоборот, он всячески, еще раз подчеркнуто, в определенный период времени давал мне понять, что нужно делать. И первые материалы мной написанные, газетные, были нещадно исчерканы, перечерканы, со всеми жесткими комментариями. Это очень помогло, на самом деле. — Наверное, когда был маленький, уже тогда много раз бывал в Италии. — Да, да. — То есть папа брал, да, с собой? — У меня каникулы, я все каникулы там проводил, зимние и летние. Ну, так, еще полгода прожил, когда, к сожалению, там, я первый раз попал в четвертый, в третьем классе учился. Вот, а там школа была до конца третьего класса. — Ты по-итальянски говоришь? — Говорю. Лучше, чем по тем остальным языкам, которые изучал в институте. — Вот, я хотел спросить, а Мгимо ты не изучал итальянский? — Нет, у меня другие два были. Испанский и английский. — Вау. — А по-итальянски, я говорю, лучше, чем на них двух вместе взятых. Ну, так получилось. — Ну, еще. — Хотя не учил. Это жизнь научила. — Не, ну, естественно, ну, как говорил Жванецкий, опять-таки, что охраняешь, что имеешь. Тут, да, согласен. Какие первые впечатления были от Италии? Вот те детские, помнишь? Но это же все равно небо и земля, особенно с Советским Союзом. Из него вообще-то тогда выехать, там, любой человек, который был за границей, к нему все приходили за жвачками, да, в 80-е-е-то годы. — Первое впечатление было от автомобиля иностранного. Ой. Что и так бывает, и так можно. А что это такое за творение такой рук человеческих? Нет, детские воспоминания, опять же, да, может быть, в силу… Ну, там, пицца, спагетти. — Да, ты понимаешь, вот, а я не могу сказать, что у меня какие-то восторженные ассоциации были именно с чем-то зарубежным, там, едой, там, бытом, потому что ты попал туда, да, ты с вокзала на машине приехал в квартиру, тут же расселился, какие-то чемоданы, вещи, на следующий день ты в школу, а школа, она аж советская, в советской части, грубо говоря, посольства Италии, да, из школы ты домой и так далее. Для меня Италия началась, когда я в том месте, где я жил, стал ходить в местный парк. — Ну, это Рим, да? — Рим, конечно, да, играть с местными в футбол. Вот тогда для меня началась Италия. Началась она у меня с Англии, потому что в силу того, что я не говорил по-английски, был очень застенчивым молодым человеком, совсем еще молодым и совсем застенчивым, вот, я сделал вид, что я только по-английски говорю, вот, чтобы со мной как можно меньше по-итальянски говорили, но в команду брали. Вот, и закончилась эта история недели через три, когда они сказали, о, наконец-то, ура, ура, восторженно сказали мои новые итальянские друзья, наконец-то мы будем друг друга понимать. Я сказал по-английски «how», вот, они сказали, а вот Джон, он из Лондона, наконец-то вы будете понимать друг друга. — Тебя и спалили. — Да, спалился по полной программе, вот, долго смеялись, но в итоге изучение итальянского, через месяц я прекрасно общался с этими ребятами, «Ж», вот там началось познание Италии. После этого уже все остальное было, и устой, и быт, и пицца, и футбол. Ну, футбол в первую очередь, потому что, конечно... — Итальянский футбол до сих пор любимый? И вообще он любимый из зарубежных? — Сейчас нет, сейчас нет, потому что на протяжении лет десяти, я прям даже скажу с какого, с 84-го по 94-й год, я про итальянский футбол, я даже скромничать здесь не буду, знал абсолютно все в малейших и мельчайших деталях. Почему? Потому что это был многослойный процесс интеграции через собственное желание. В этот отдельный вид спорт. — Надо эту формулировку запомнить, процесс интеграции через желание, это красиво. — Да, и главное, что это было абсолютно осознанно, и это было вхождение в культуру, потому что все равно отношение в Италии к футболу в те времена, оно отличается от того, что есть сейчас. — И футбол был другой. — Во-первых, и футбол был другой, достаточно было того, что там играл сначала Платини, потом играл Марадона, ну и так далее. И действительно все звезды мировые тогда стремились приехать именно в Италию, а Марадона — это была половина успеха. Хотя Неаполь был смешной город, мы один раз приехали туда ровно на следующий день, в 88-м году, после того, как наши итальянцы в полуфинале вынесли, со счетом 2-0. И я отцу говорю, слушай, мы сейчас тут будем общаться, да. Он говорит, что... Я удивился этой реакцией, мы подходим, там какое-то официальное лицо. И значит отец ему говорит, ну вы ничего там, что мы вас вчера обыграли. Он говорит, во что? Он говорит, ну в футбол, кого нас? Он говорит, ну в СССР обыграл Италию, 2-0. — Понятно. — А, говорит, Италию? А при чем тут Италию? У нас в Наполе сейчас отдыхает, Марадона — это наши, говорит. — А Италия? Ну проиграла там, и ладно. То есть вот до этого отношение было. И, конечно, те особенности, которые тогда... Все матчи начинаются в 3 часа дня. Это был вот ураган, буря. Это сейчас все равно бизнес сломал эту систему. Матчи начинаются в воскресенье, 3 часа дня, вот хоть ты тресни, хоть ты лопни. — Пустые улицы. — Вообще все матчи в одно время, в один день. Какое-то, я не знаю, должно было случиться действительно какое-то землетрясение или что-то в этом роде, чтобы какой-то матч был перенесен. Все 96 программ, каналов, которые работали в Риме, в это время 2 часа, то же самое в Милане и во всех других городах, 2 часа было у нас тур. У кого-то есть... Ну, в прямую матчи не показывали, но у всех 96 программ шли одновременно. А потом, значит, соответственно, еще 2000 программ по итогам тура уже со всеми делами. — Это называется любовь к футболу, да? — Это называется культура, я бы так сказал. И было очень много смешного, но еще раз говорю, что, конечно, знал всех, знал все про всех, читал на постоянной основе, находясь в Москве. Отец записывал все туры без исключения, до сих пор стоят кассеты по турам, начиная с сезона 84-го года. — А с кем-то вместе с отцом, может быть, там удавалось познакомиться, поговорить из всех итальянских звезд того футбола? — Ну, вот я говорю, Марадона, наверное. — Ну, помимо Марадона. — Марадона вообще отдельная история. — Мне не очень, еще раз говорю, в этом смысле повезло, а в каком-то совсем не повезло, потому что при той любви, которая тогда у меня была и в том интересе к футболу, единственной, находясь в Италии, приезжая на летние каникулы в период с 84-го по 94-й год, единственное лето, июнь-июль, когда я туда не попал, это был 90-й год, год чемпионата мира, вообще я поступал в институт. Большей подлости от жизни, наверное, ожидать было тяжело. — Ну, отец поездил как раз тогда с Владимиром Ивановичем Перетурином, с Саркисянцем, с Маслаченко, они ездили, они его брали, потому что он знал Италию, кажется, свои пять пальцев, ну и, соответственно, они его брали на комментарии, он потом мне рассказывал, а я готов был его за это задушить, потому что это то, чего я недополучил. Вот, ну, еще раз, да. — Ну, какие-то фамилии, то есть с кем-то удалось, помимо Радона, то есть были ситуации? — Да, я к чему и говорил, что мне не повезло, потому что я все время в Москве проводил, да, а летом, когда я приезжал, они все разъезжались, поэтому у меня особой возможности-то не было, куда-то ездить. — А за кого болел? — Ну, это опять же, в Италии отца был любимый клуб, прям одновременно с Динамо это началось, вот, и, соответственно, я так и, как сказать, Интер, вот, да, Интер, так что... — Тут мы с тобой сходимся, да, это тоже мой любимый клуб в Италии. — Да, 89-й год рекордов. — Клинсман, Бреми, Матеус. — Клинсман еще не был, на следующий год приехал. Матеус, Бреми, это парочка, ну, Матеус как приехал, как, наверное, там Серено еще был, ну, ладно, оставь в покое. — Мне это интересно, ну, Бергами, кто там еще? — Ну, Бергами, Ферри, это пара центральных защитников, ну, и так далее, и так далее. Бреми с краешку играл, ну, и так далее. Ну, я тебе могу, Берти, Бьянки. — Состав-то какой? — Ну, Атаматеус, Серено, еще даже Альтабель. — Я стал болеть, знаешь, почему за Интер? Потому что мне очень не понравился при... Во-первых, я не любил голландское трио за 88-й год. — Ну, и у них же еще противостояние с немцами, которое со сборных перенеслось на Куб. — Мало, да, и все так совпало, и когда они все втроем появились в Милане, я просто из чувству протеста стал болеть за Интер, потому что голландцы, которые грохнули сборную Советского Союза, и мне все это очень не нравилось, и я стал болеть за Интер, вот, потому что против Милана. — Сейчас зрители смотрят, что они вспомнили? И 80-е годы, кто эти два вообще ветерана? — Ничего, ничего. — О чем мы с тобой разговариваем, да? — Да, но вспомни действительно и что, поэтому из интервью, ну, отец со всеми общался. Тогда же еще Заваров приехал, потом Болейников, Михаличенко, потом чуть позже Шалимов, Колыванов. Ну, это же потом я ездил, общался с ними, интервью брал с Симутенковым и со всеми, кто в Италии играл. Ну, вот, ну, с Марадоной так совпало, да. Так совпало, и, конечно, это была уникальная вещь. — Вообще, в принципе, быть комментатором такая, я бы сказал, ну, на мой взгляд, не очень благодарная профессия, в отличие, скажем, от тех журналистов, которые большей частью работают в кадре, скажем так. А комментатор — это же голос, в первую очередь. А дальше начинается такой огромный субъект, ты хочешь возразить. — Да, потому что, как правило, если комментатор долго работает комментатором за кадром, он автоматически начинает появляться в кадре. — Ну, приглашают, зовут или новости ведешь. Ну, посмотри, любой сейчас из комментаторов, которые работают, допустим, на Матч ТВ, да, так или иначе, они привлекаются к работе в студии. — Ну, тогда таких возможностей не было. — Тогда, да. Но тогда комментаторы были единичным продуктом особой отдельной выделки, да, которых по голосу вот сто процентов невозможно было перепутать. И до сих пор, сейчас поставь, там, сообществу спортивному Перетурину перепутать с Маслаченко, категорически невозможно. Или Озерово, там, с Аркисянцем. — Да, с Махарадзе, да. — Собственно, и сейчас Уткина с Губерниевым ты не перепутаешь никогда в жизни, да. И неважно, в кадре они или не в кадре. Да, тогда был другой интерес общий, да, людей. И всех знали прекрасно, как в Америке прекрасно известно, что, да, если уж ты стал спортивным комментатором и имеешь доступ к профессии, то ты обеспеченный, узнаваемый, уважаемый человек во всех смыслах, тебе прислушиваются, да. Возьми любого из, там, когорты ведущих спортивных комментаторов, там, которые работают в НХЛ, в NBA, там, в любом североамериканском виде спорта. — Тебя тщеславие посещало за эти годы? — Нет, меня тщеславие никогда не посещало, потому что я самокопательная единица, мне всегда интересно, что не так, что не здесь, вот, и так далее. Тщеславие — это, ну, потешить себя. — Ну, хорошо, ну, я не знаю, какой еще тут... — Опять же, да, опять же, да, тщеславие есть оттенки, скажем так, вот. Порадоваться или, скажем так, порадоваться каким-то приятным отзывом в свой адрес, да, это было, что-то скрывать, ну, как, конечно, когда... — Ну, иначе, выбор не той протесты. — Всегда внутренне понимаешь, хорошо или плохо, по большому счету. Если ты этого не понимаешь, тебе пора немножко успокоиться и заняться чем-то другим, сделать паузу. Потому что если ты считаешь, вау, все прекрасно, я звезда, внутри себя, ни на публике, ни эпатаж, ни кипиш, ну, это плохо, конечно. Я знаю таких людей, но они уже не работают. Ну, потому что невозможно, все окружающие это не потерпят. — Ты по-прежнему получаешь кайф от профессии? Ну, ты же по-прежнему и действующий журналист, а теперь еще и работаешь как бы с другой стороны баррикад. — Я же не действующий комментатор уже давно, вот в чем дело. Поэтому от какой профессии? Я по большому счету, по большому счету, профессия. — Ты же все равно комментируешь? — Ну, раз в два года, да. Но я не считаю, что это уже профессия сейчас, на данный момент. Я в десятом году как ушел с первого канала, да, прошло уже восемь лет. Вот. И я занимаюсь совсем другими делами. Конечно, мне доставляет огромную радость вернуться к тому, собственно, с чем я жил долгие годы и к чему я шел. Поэтому, да, когда у меня получается снова сесть за микрофон, да, я от этого получаю большое удовольствие. — Ну, в конце концов, комментаторство — это же не вся профессия, не все наше ремесло. Мы так или иначе кучи всего остального. — То есть ты журналистское общее берешь? — Да. — Ну, конечно. — Ну, просто для кого-то сейчас журналистика — это чистой воды, так сказать, манимейкерства, то, что называется, и не более того. Вот я не могу все время отделаться от того, что меня, например, это постоянно как бы вот этот мой альтруизм бьет по голове после этого, потому что я понимаю, что, может, и не надо было бы этого делать, но мне в кайф это делается, хотя оно, может, и денег не приносит. И вот тебя не посещают эти мысли, но, скажем так, что какие-то вещи, может быть, можно было бы и не делать. Ну, вот, например, Российская ассоциация спортивных комментаторов. Да, эта же история, она очень хорошая, она очень важная. И когда вот сейчас была большая вот эта вот церемония с вручением призов, ты на нее смотришь, на эту церемонию, понимаешь, что некоторых людей не видел годами там. Вот. А тут они все вместе, в том числе и гуру, те, кто еще живы, дай бог им здоровья, типа там Владимира Писаревского, например, там, ну, еще нескольких персонажей, да? Это же в кайф? Или это уже, так сказать... Ну, значит, как тебе сказать? Есть вещи, про которые нельзя сказать, что они в кайф или в тягость, я бы немножко по-другому их охарактеризовал. Есть внутренняя убежденность, что это нужно сделать, и то, что ты делаешь, это правильное направление, скажем так. Опять же, кайф ты получаешь в тот момент, когда ты понимаешь, что дело сделано, и сделано оно хорошо. И только в этом случае. Если ты что-то придумал, делал, делал, получилось плохо, кайф ты от этого не получаешь, а процесс, сам процесс склеивания иногда очень острых частиц, которые никак гранями друг другу не подходят, это процесс муторный и не всегда приятный, скажем так. Если уж мы говорим там о ассоциации комментаторов, то, во-первых, конечно, здесь главный локомотив и движущая сила – это Леша Ефимов, который изначально вообще ассоциацию придумал, вышел с этим предложением. Я знаю, что многие коллеги, ну, так поморгались, сказали, Леша, зачем тебе это? Вот ровно о чем ты и спрашиваешь, да? А я в этом увидел очень сильную внутреннюю мотивацию отдельно взятого человека сделать то, чего никогда не было. У нас никогда, у комментаторов не было своего профессионального… Это не профсоюз, по большому счету, что взнос никто не платит, и, собственно, такой задачи нет. Но это некое профессиональное сообщество, которое постоянно на виду, и более того, это сообщество людей, каждая из которых величина. – Более того, удивительно, что возникло оно тогда, когда, казалось бы, вся эта ткань журналистская расползлась просто вот, что называется… – Вот в том-то и дело, да. – Да, и я, кстати, вчера почитал Женю Слюсаренко, который написал как раз про профессию, про то, что у нас часто говорят, что у нас спортивная журналистика отсутствует, у нас все очень плохо, особенно по сравнению с Западом. Я вот как раз прочитал то, что я сам думаю у него, да, что в моем-то понимании как раз у нас очень сильная спортивная журналистка, очень сильная, а комментаторская особенно, что у нас жизнь сама, у нас общество приучило к тому, что у нас, как это так, комментатор комментирует и не знает там каких-то внутренних азов этого вида спорта. Все давным-давно забыли, что профессия комментатора предполагает хороший русский язык, умение правильно гонять мяч, обладание хорошим голосом и создание конвы для репортажа, а не копание в деталях и не аналитика. Это задача эксперта. И у нас комментаторы тянутся к тому, чтобы самим становиться экспертами, и во многом это получается, да, и тот же там, допустим, Дима Губерниев, да, ну пойди, найди в нашей стране человека, который в журналистской среде лучше знает биатлон изнутри, да, и то же самое во многих других видах спорта. Согласен. На Западе вообще так не работают. Там нет таких людей. Люди приходят садяться к микрофону. Обслуживающий персонал, в честном виде. Да, и обслуживают в виде звуковой дорожки этот матч. Если им нужен какой-то анализ, нужен во время игры, они сажают там бывшего футболиста, хоккеиста, специалиста, тренера, который им рассказывает моменты. Мы тоже к этому, в общем, пришли. Опять же, потому что все равно действует тот человек, который... Но парадокс в том, что у нас эти самые люди, такие как там Андрей Талалаев или Дима Горделенко или еще несколько человек, они превращаются, то есть не мы идем в ту сторону, а они идут в нашу сторону, становятся самодостаточными комментаторами. Это улица с двусторонним движением, потому что мы тоже, мы тоже стараемся, невозможно сейчас, да, не комментировать вид спорта, ничего в нем не понимаем. Ну, не получается, ну, не воспринимает себя зритель. Потому что зритель, опять же, это спор, у которого нету какого-то логического итога, потому что сколько людей, столько мнений. Специалисты скажут, слушай, зачем вы лезете в эти дебри? Мы сами лучше вас понимаем в футболе. Комментируйте, просто гоняйте мяч, называйте фамилии. Болельщик-обыватель скажет, слушайте, не надо мне гонять мяч, называйте фамилии, я и сам это вижу. Вы мне расскажите, почему происходит вот так, а не эдак. И, конечно, в этом смысле уникальный пример, допустим, там, да, Владимир Александровича Гомельского, да, который умеет сосчитать в одном едином лице за 10 секунд и мяч погонять, еще объяснить, почему он гоняется романом, и обладатель блистательного русского языка совершенно. Абсолютно, да, и тембра, и все. Ну вот как, да, таких комментаторов в мире, ну пойди, найди. Я считаю, что таких нет. И в общем и целом наша спортивная журналистика, она с одной стороны очень сильная, с другой стороны есть большой разрыв между теми, кто есть и теми, кто приходит. Вот здесь, на этом стыке, к сожалению, есть пробел в каких-то учебных заведениях, программах и так далее. Как стать спортивным журналистиком? Где ты пойдешь именно на спортивную журналистику? Да, сейчас, слава богу, появляются курсы, появляются там какие-то отдельные кафедры, появляются отдельные институты. А мне кажется, ты знаешь, Костя, может быть, я ошибаюсь, но для этого все равно нужно, фигурально в данном случае выражаясь, нужно иметь дома 15 альбомов с вырезками, и это могут быть не вырезки, это могут быть не альбомы, но это должна быть, это такое призвание, это внутренняя потребность. Это такая работа. Миша Миломед, пожалуйста, как пример. Как пример того, к сожалению, таких примеров не много. Да, да. А их и не может быть много, мне кажется. Это не поточная профессия, она... Ну, конечно, конечно, по большому счету, конечно. По большому счету ты прав. Все же считают, что профессия комментатора, это человек сел к микрофону, на следующий день тоже проснулся знаменитым, и тебя все узнают на улицах, да. Тем не менее, это все-таки профессия, и ей нужно учиться либо самостоятельно, либо с помощью. Вот, в этом еще раз говорю, вот, чтобы помочь людей... Потому что я знаю совершенно точно, куда ни приезжаешь, везде есть запрос. Ребята, а вот как бы, вот где поучиться мастерству? Кто бы объяснил, как это сделать? Вот в Казахстане мы тут были некоторое время назад. Да, как правильно дышать? Как правильно кричать во время когда-то эмоций? И надо ли кричать? Даже если, ну вот, надо ли, это совершенно точно правильный вопрос. Но если нужно, то как это делать? Конечно, специальная техника есть, актерскую... Комментатор по большому счету должен изучать актерское мастерство, чуть ли не вокал. Сценическую речь. Ну, по большому счету. Да, и тогда, и тогда ты выработаешь тот самый командный голос, который тебя будет отличать от всех остальных. А с другой стороны, вот ты изучал, а голос такой, что... Нет, но мне неоднократно, возвращаясь к теме отца, было сказано, что плохо, что нет. Я был посажен на стул перед телевизором, вот, ставилась кассета, потом она осталась на паузу, и мне очень ярко, в хороших выражениях, без, естественно, перегибов... В непереводимой итальянской фолькаре. Да, объясняли, что правильно, что неправильно, где хорошо, где плохо, в основном, где плохо. И почему плохо, главное. Да, вот это важнее. Вот, и спустя какое-то время, спустя какое-то время, я сам для себя начал понимать, что мне нужно сделать для того, чтобы это исправить. Потому что я сам стал понимать, что действительно, это в сравнении, допустим, с теми, кого я слушал сам, это не катит. Кто на телевидении был твоим учителем, если так можно сказать, учителями? Вот, ты говоришь, кто помогал? Уже в профессии непосредственно. Ну, вот я, например, очень хорошо помню, что там первые там мои репортажи, скажем, или первые вообще комментарии, там есть, я просто сейчас не хочу, да, по разным видам спорта, но я садился рядом с человеком, вот, который уже вот умел, знал, и который мне в какой-то момент доверил, который мне помогал, который, по ходу, меня поддерживал. Такие люди были, безусловно. Вот, некоторые еще с удовольствием работают и являются лучшими из них. Например, Юра Розенов, например, человек, который меня первый раз посадил комментировать футбол. Это был чемпионат Голландии, я это очень хорошо помню. Вот, на НТВ+. Я первый раз сел комментировать футбол, после того, как было первое предложение попробовать, я сказал, категорически нет. Прошло полгода где-то, мне сказали, второй раз, давай попробуй. Я еще раз сказал, категорически нет. Потом у меня третий раз сказали, нет, давай все-таки попробуй. И это уже сказал Николай Николаевич Малышев, за что ему, кстати, отдельное спасибо, потому что доверить, в общем-то, молодому первый раз все равно это нужно пойти, как-то на этот шаг. Вот, а после первого репортажа, который был совершенно ужасен вообще, насколько это возможно было сделать вид, что все нормально и, собственно говоря, продолжай. Ну, наверное, вот, скажем так, в этом смысле, в смысле допуска к эфиру и в смысле поддержки в плане продолжения этой работы, да, это был Николай Николаевич Малышев, наш руководитель, на Первом канале, при котором, собственно, моя комментаторская, не журналистская, комментаторская деятельность и началась. Ну, а главным, конечно, главным учителем все равно был отец, конечно, без каких-либо здесь сомнений, ну вот, то есть все разборы, все комментарии были с его стороны в основном. И, ну, такого, что кто-то со мной садился комментировать и меня курировал, такого человека не было. То есть был руководитель, который доверил, и был отец, который давал ЦУ. – Работа в Олимпийском комитете России, работа с одной стороны, это же работа, ну, по сути, чиновничья в каком-то смысле. Можно ее так назвать? – В каком-то коне, безусловно. – А, как бы, насколько легко дается человеку с журналистским прошлым, настоящим и так далее? – Знаешь, она совершенно другая. Я не могу сказать, что она там легко или тяжело дается. Она, конечно, требует огромного количества времени, просто в силу… – Терпения. – Даже не столько терпения, сколько учат аккуратности и осторожности, особенно в последнее время. Это у меня любимые примеры. У нас есть Российский Международный Олимпийский университет, куда я время от времени приезжаю там с какими-то лекциями там по как раз специфике. И всегда привожу один и тот же пример, когда говорю, ребят, вот самый простой пример, да, там, допустим, как вел себя Олимпийский комитет России, когда нас обвиняли во всех там допинговых грехах. И народ начинает там говорить, вот, я говорю, вот, вот, был ответ, был, был такой посыл с одной стороны, Олимпийский у тебя отвечал вот так, правильно или неправильно. Вот, значит, неправильно, скорее всего, надо было по-другому. Я привожу, тут же привожу другой пример, вот, который полностью перечеркивает все вот эти мнения. А, да, правильно. Вот я говорю, вот и вся разница. То есть совершенно другой комментатор может себе позволить сказать многое. Сотрудник Олимпийского комитета России там, допустим, на моей должности или на должности руководителя, может себе позволить сказать исключительно то, что не навредит, как в медицине. Ну, ты в любом случае должен быть государевым человеком, в смысле, в этом, ну, в этом смысле. Делать это может быть чьим угодно, человеком, одно неосторожное движение, и все, и до свидания. Вот, потому что это игра на, как у нас сейчас, да, говорят, на тоненького, да, а здесь игра на очень тоненького, потому что каждое слово, ну, так получается, да, мы же в состоянии находимся непростом и по сей день, да, никто нас по головке не гладит, и, в общем-то, любая ошибка с нашей стороны, да, я имею в виду вообще глобально там, в спорте, там, страны чиновники, тут же будет трактоваться как положено. Вот, поэтому эта игра очень-очень, скажем так, по сути, это бег на минном поле. А ошибки бывали? Бывали, конечно, конечно, бывали. Ну, без ошибок, если бы не было ошибок, конечно, бывали. Ну, я имею в виду вот у работы службы информации. Ну, конечно, ну, конечно, бывали. Какого рода ошибки? Я не спрашиваю, какие конкретно, а просто какого? Что-то не то сказали или не вовремя сказали? Что в такой ситуации? Да, например, да, например. Или не тем сказали. Да, например, да. То есть нужно очень четко понимать, что если ты находишься на Олимпийских играх и даешь интервью, допустим, британскому какому-то каналу или британской газете, допустим, там, Гардиан, то тебя спросят 26 вопросов, практически обнимая. В итоге выдерут из контекста полфразы, и ты не сможешь на эти полфразы уже ничего ответить, потому что это опубликуется там, это будет трактовано, и дальше ты можешь хоть в ООН подавать протесты, апелляции, что я там, никого не интересует. Вот. И поэтому... А не дашь интервью, соответственно, да, тоже проблема. Или спортсмены, как мы... Это уже дипломатия. А куда деваться? Мы приехали на Олимпийские игры, сейчас пример был, ну, просто вот в Пхенчане. Как же, как же. Да, как же, как же, да. Вот первое соревнование командное фигуристов. Всех, всем сказать, что ребята, пожалуйста, нам категорически запрещено в официальных зонах размахивать, спортсменам запрещено размахивать российским флагом и всячески кричать там слово «Россия» в камеру, если вы находитесь, еще раз говорю. Ну, такие правила, мы их приняли. Вот. И, ребята, выиграли, вот, серебряная медаль в команду со временем фигуристов. Ребята выходят в миг-зону, все команды, все счастливы, наверное, канадцы стоят, дают интервью своим канадским. И прямой эфир наших коллег с телевидения. Сдаются вопросы, все радостные, отвечают, значит, Женя Медведева солирует, значит, всей группой. Вот. И в этот момент канадцы начинают радостно орать, кричать «Кеннеда, Кеннеда», там что-то там в этом роде. Ну, это понеслась. Россия... Ничего не понеслась. Корреспондент говорит «О, говорит, смотрите, как канадцы, а давайте все вместе сейчас крикнем «Россия, Россия!»» Какой молодец. И я вижу, как это... Я рядом стою, я вижу, как эта группа набирает... Я не успел это сказать, стоп, сказала Женя. Медведев говорит «Ребят, подождите, подождите». Она всегда... А, елки по... Ну вот, а рядом стоит человек, они всегда стояли рядом, человек, который куриваешь, все было нормально, потому что пометки на полях делались по любому поводу. Вот. И таких ситуаций были просто каждый, просто каждый день. Были ошибки, да, были, потому что... Слушай, а ничего не было за то, что наши хоккеисты пели гимн Акапелла после победы? Или там уже все равно было? Олимпийский комитет восстановили в правах? Восстановили все. Слушай, там не... Вот... Гимн российский... Во-первых, ну, как понятно было, что это уже практически заключительное соревнование. Вот. Закрыли на это глаза. Вот. Я напомню, что было два допинг-случая. Ну, так. У российской команды, у олимпийских атлетов на олимпиаде было. Два допинг-случая. Да. Из трех в общей сложности. Крушевинский и... Да, и Надежда Сергеева. Надежда. Да. Да? Нас отстранили. Я не хочу напоминать, за что. Да. Лишили флага, гимна. По какой тематике? Да, нет. Мы там, походу, пьесы... А мы уповали на то, что у нас должны восстановить, что мы на церемонии закрытия с флагом и гимном пойдем. Да. Два допинг-случая. Да, они маразматичные. Да, они... Потом можно сколько угодно на эту тему, там, рассуждать, насколько вообще... Что это было? Ну, это потом. А в тот момент? Да. Вот. Что восстановить... Что, простите, это называть? Как вы говорите? Какой флаг? Какой флаг, да. Какой стороны? Ну, и так далее. Вот. Нужно было просто это... Я поражаюсь еще раз, говорю, там, нашим руководителям, и там, тому же Станиславу Познякову, он делегацией руководил. Я его видел в эти дни. Я не знаю, каких сил стоило, стоило ему, лично ему, вот, сохранять то спокойствие внешнее, естественно, которое он сохранял в общении с коллегами из Международного олимпийского комитета, из ВАДа, с представителями нашей делегации, руководителями вот этих федераций по видам спорта, со спортсменами, потому что, ну, это не просто из ряда вон выходящая ситуация была, а это был такой прям кризис в кризисе и кризисом погонял. И нужно было... Я не знаю, что нужно было сделать, потом узнал. Вот. Какие нужно было предпринять дипломатические действия и усилия для того, чтобы из этой ситуации выйти практически без потерь. Да, мы на церемонии закрытия, Паша. А кто в этой ситуации больше всего подвергался давлению? Вы или спортсмены? Или вы и были буфером, который... Ну, как спортсмены, понятно, что... Ну, как... Представь все спортсмены, которые, по большому счету, оказываются в ситуации, он же понимает прекрасно, что это и для него грандиозная проблема. Это как минимум два, а, скорее всего, четыре года. Это, в общем, позор, ну, и такой во всем мире. На фоне всего происходящего. Но это еще ответственность за команду, потому что ты же понимаешь, что, да, тебя поймали, прав или не прав, это там не обсуждалось в тот момент. Я сейчас не про тех, кого поймали, а вообще про спортсменов наших. То есть, так или иначе, они все равно находились под этим постоянным прессом, что как вам выступается за этот ОАР, вот, а не за Россию? Именно так. Именно так. Было непросто. Я знаю, что о многим было совсем непросто, потому что спрашивали только про это. Конечно. Любимый вопрос всех зарубежных СМИ, поскольку я ходил там, переводил или что-то, да. Скажите, пожалуйста, насколько вам стыдно выступать здесь без флага и без гимна? Мерзкий вопрос. Ответьте, да. Вы уже бросили пить по утрам, да? Да, да, да. Ну, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Потом риторика поменялась, но первые две недели же это все там происходило. Первую неделю был вот только это. Потом риторика стала меняться, потому что, ну и, кстати говоря, прошло это не очень сильно так заметно, скажем, но Бах встречался, Томас Бах встречался с нашей командой. Вот. Ему, конечно, задавались вопросы там, типа, а что происходит, а почему не пустили наших лидеров? Вот. Но он сказал очень правильную вещь одну. Он сказал, что... Ну, он дал понять, что, ребят, давайте мы сейчас здесь на встрече мы и вы встречаемся, да, я, говорит, вам хочу только одно сказать, что вы будущее спорта своей страны в любом случае, потому что вы гарантированно чистые, вы... К вам нет никаких вопросов и претензий, выступаете, и за вами будущее. Вот. И мы со своей стороны готовы сделать так, чтобы это будущее у вас было. То есть он сказал такую вещь, которая, ну, опять же, дала понять, что к спортсменам этим, да, со стороны больших чиновников из международных органов, да, никаких там предубеждений и вопросов нет. И после этого, может, так совпало, может, не знаю, да, вот этот общий градус давления, он пошел на спад. И стали больше о спорте говорить и так далее. Я помню там, что там Елистратов еще в первый же день там как дал жару. Вот. То есть это долго. А причем самое интересное, он интервью давал в течение часа. Я сам стоял рядом. Он такие вещи рассказывал. Книгу можно написать. Реально. Все это... Где-то в какой-то... Его просто достали вопросами. Он с шестого или... Он пять или шесть раз говорит, ребят, я не буду отвечать нашим же журналистам. Я говорю, перестаньте ему задавать эти вопросы. Иначе мы перестали этот вопрос задавать. А потом... А что за вопрос-то был? А? А что за вопрос-то был? Сейчас-то можно уже... Ну, все-таки, как вы относитесь... Ну, как вопрос был стандарт. Как вы относитесь к тому, что Виктор, Анна и ваши товарищи не пустили на Олимпиаду? Оригинальный вопрос. И этот вопрос его догнал в тот момент, когда он уже практически закончил интервью давать. Но все еще стояли рядом. И он, знаешь, человек в таком состоянии. Он реально просто от эмоций... Они все были на лице. Вот. Он не выдержал. Да и все. И тут же... И мне ребята говорят, слушай, ну ты пойми. Мы, говорит, конечно, не будем это ставить. Но... Вот еще в округе есть десять человек. Конечно. Все, естественный этот заголовок. Естественно. Все понятно, да. Ну, ты говоришь, в чем ошибка? Вот, а что? Да, да. Не сумели здесь докрутить. Я это на свой счет в том числе отношу, что не удалось. Ну, это как история с Трегубовым, да? Где он там послал то ли канадцев, то ли американцев тоже там. Да нет. Там как раз ничего такого нет. Там... Да нет. Трегуб, по-моему, пока он вас как посылал... Ну, там что-то такое. Как-то он их послал там по ходу. И на следующий день написали, что русский скелетонист там послал то ли американцев, то ли канадцев, то ли... Ну, слушай, да нет. То ли в Ж, то ли еще куда-то. Там потом выяснилось, что это неподтвержденная информация. Нет, ты послал, послал. Ты точно? Но только он не их послал. Он имел в виду, что да бог с ним, мне плевать на них. Ну, я об этом и говорю, что там ничего такого не было. В том-то и дело. Там не было никакого посыла кого-то. Мне подсказывают как раз. Он просто был у нас в студии, рассказывал эту историю. Он сказал, как вы... Его спросили, как вы отреагировали на то, что с вами не поздоровались. Сказал, да пошли они. Ну, так вот, да. И на следующий день выяснилось, что он послал все Соединенные Штаты Америки. Да, естественно. При этом он со всеми общался, и все с ним общались. Да, да, да. Ясно. Еще раз говорю, да, таких примеров, они просто из этого сотканы. Любое подобное уродо соревнование. Просто настолько, я еще раз говорю, на острие это все было. Это как вот любой факт. Он тут же падал на какой-то острозаточенный меч и разрезался надвое. Одна половинка нам, другая им. А дальше, как хотите, так и трактуете. Но еще раз говорю, отдаю должное тем же коллегам нашим из МОКО, которые очень, на мой взгляд, объективно оценивали ситуацию. Я потому что были же предписания. Я говорю, хорошо, завтра на заборе Олимпийской деревни появится надпись «Долой МОКО», написанная русскими буквами. Кто виноват? Они смеются. Я говорю, хорошо, вы смеетесь. Я говорю, а кто виноват? На двери Олимпийского комитета России, комната наша, появилась вот та надпись, которой все ржали в интернете. Что это самое, после того, как вторая допинг-проба случилась, появилась надпись, какой-то там смайлик или что-то в этом роде. «See on Winter Games in 2030, какой-то второй год». Вот. И это тут же оказалось в интернете. Мне звонят ребята из МОКО, говорят, это вы написали? Я говорю, а вы с головой-то? Я говорю, это что? Мы будем разбираться. Они подключили камеры, все, они выяснили, что это провокация чистейшей воды. И таких тоже было, там еще были случаи, я там не буду о них говорить. Но случаи были. Смех, смех, вроде как чисто поражает. Да, а вам со стороны-то людям кажется, что это все смех. Да, очень смешно. Ну, конечно, веселая шутка. Не смешно, не смешно, знаешь, кому? Не смешно, спортсменам. Не смешно Лене Исенбаеве, которая не поехала в Рио 20-16. Не смешно легкоатлетам. Вообще не смешно ни разу. Это слезы, это эмоции. Легкого не смешно. Вообще, да. А так все прекрасно. И когда говорят, что типа, ну вот вы там не боретесь, там какие-то прилетают критики, что за права спортсменов. Ребят, тут мы периодически оказывались в это время в состоянии войны холодной. И когда на одной чаше весов, даже там не чаша весов, там скольких могли, стольких спасли, это называется. Перед Рио была вообще ситуация, кому расскажешь, никто не поверит. То есть, то, что говорили, что команда реально могла остаться и вернуться из Рио без участия в Олимпиаде, это было в пятисекундном сомнении в общении между самыми высокими людьми. Вот. То есть, было пять секунд, в течение которых было принято решение, мы все-таки, условно говоря, дальше мы голосуем или не голосуем, или все-таки вы без всякого голосования отправляетесь домой. То есть, вот до этого дошло. Это решалось действительно в течение нескольких секунд, либо в одну сторону, либо в другую. Вот как вот так или так. Решалось одним человеком? Нет, конечно, в конечном итоге это решалось, это в том числе было решение Томаса Баха, не как главы Международного Олимпиады. Потому что исполком должен был проголосовать, зато допускать или не допускать. А потом исполком уже проголосовал, там 99% сказали, да при чем тут вся команда, тех, кто в допинге надо наказать, коллективной ответственности нет, мы выступаем за это. Но это же вопрос нужно было вынести на голосование, и так далее, и так далее. Но там даже дело не в этом, там была совершенно другая ситуация, связанная с судами, со всеми делами. Кость, время наше заканчивается, я просто, я бы слушал и дальше, потому что да, я бы сказал, что уже закончилось, да. Спасибо тебе огромное. Тут на самом деле, я просто, я хотел бы продолжить этот разговор просто тогда, когда у нас будет еще один следующий повод об этом поговорить. Приглашайте. Он обязательно появится. Константин Выборнов, руководитель службы информации Олимпийского комитета России, я по-прежнему, и я настаиваю по-прежнему, по-прежнему. Прекрасный комментатор, и в этой ипостаси его мы обязательно, его еще обязательно услышим и увидим. Кость, спасибо тебе большое, с наступающим тебя. Спасибо вас также. С вами был Александр Кузмак, мне остается с вами попрощаться. До следующей встречи здесь в студии «Спорт-24». Хорошего вам дня и прекрасной ночи. Субтитры подогнал «Симон»!